Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 мая и как только чуть мы стало потеплее, отогрелись, сразу начал очень часто возникать вопрос, нужно ли закрывать двери в теплице, при какой температуре закрывать, при какой не закрывать. Я сейчас расскажу о своей ситуации, по аналогии с моей ситуацией, вы поймете, нужно вам закрывать двери, когда нужно, когда нет. Вот у кого, например, теплица появилась первый год. Вот сейчас у нас сегодня ночью было 5 градусов. У меня петухи поют прямо где-то. И, казалось бы, это очень низкая температура, но из-за того, что вчера было очень жарко, у нас было выше 25, где-то 23-24 на термометре. У нас земля у меня здесь сильно прогрелась, тут было так жарко. И я подумала, что если в 5 градусов будет ночью, ну там 5 градусов, как в какие-то часы, там, например, вечером я садила до 10, высаживала, вечером было тепло, то 5 градусов, наверное, в 4 утра, может быть, в 3 ночи, вот так вот. И я подумала, что если вечером было очень тепло, если земля горячая, значит, мне уже при такой температуре можно не закрывать двери, потому что тепло земли отдает, и 8-10 градусов здесь все равно будет. А 10 градусов это уже та температура, при которой томаты чувствуют себя нормально. Дальше. Сегодня у нас будет 26, завтра у нас будет 27, ночью 9-10 градусов. Естественно, при такой температуре двери должны быть открыты настижь. Видите, у меня и та, и та открыта. Томаты, которые за день здесь намучиваются на жаре, они ночью хотя бы отдохнут. И видите, еще один плюс, что я вот сегодня не стала закрывать, нет конденсата, вообще все стухие стеночки. И еще один плюс. Томаты шевелятся, я сейчас смотрю, ветерок прям, шевелятся листики. Это значит, у нас эти цветочки колыхаются, пыльца опадает, они опыляются и помидорки завязываются. В открытых дверях очень много плюсов, конечно, когда двери открыты, все идет на плюс. И почва проветривается, и опыление лучше проходит. Вот сейчас я зашла, у нас 7 утра, где-то около 8, наверное. Никакого конденсата, по сравнению со вчерашним утром, когда я зашла вчера утром, вчера двери были закрыты, потому что ночью еще было 3-4 градуса. И все помидорки стоят сухие такие, хорошенькие, ни одной капельки воды. Конечно, как только у вас ночные температуры установятся 8-10 градусов, двери все должны быть открыты на сквозную, и те, и другие, чтобы у вас здесь гулял ветерок, чтобы у вас здесь высыхал конденсат. Потом, что делать в таких ситуациях, когда, например, вроде бы ночью холодно, а днем жарко. Тут вы сами смотрите, вот видите, как вот я вам уже рассказала, что у меня день был жаркий, а ночью, хотя передавали там 5-7 градусов должно быть, я подумала, что тепло вот это все-таки, оно здесь аккумулируется, а на земля сильно прогревается, я вчера вот здесь была, ходила, земля прям горячая была. И я все-таки оставила открытую. Вы смотрите на свое усмотрение. Если ночные температуры, например, 7-8 градусов, а днем тепло, то, я думаю, можно смело оставлять двери открытыми. Все-таки здесь же нагревается грунт. Ну, а вообще, многие люди, вот кто опытные, открывают один раз в это время двери, прямо на клюшку, и эти двери открытыми стоят все лето. Чем больше здесь сквозняков, чем больше здесь проветривания, чем больше здесь свежего воздуха, тем лучше, здоровее будут у вас томаты, тем больше будет урожайность, больше завяжется у вас цветочков, плодов. Ну, а пылица цветочков завяжется плодов. Открытые двери – это половина успеха выращивания в теплице. Вы все знаете, что при закрытых дверях у нас это фитофтора голову поднимает, различные грибочки от сырости, от конденсата, который падает, ожоги термические, очень много неприятностей при закрытых дверях. Зайдешь сюда, тут сыро, как в бане, вот так вот, какой-то воздух несвежий, вот как, вот мне у меня дыхание, с дыханием проблема, я вообще не могу дышать, когда заходишь в закрытую теплицу. Здесь вот как эта влажность такая, не очень хорошо, и томаты это не любят. И вы не забывайте, что при повышенной влажности у нас отсыревает пыльца на цветах, она сыпучесть теряет, она не падает на пыльник, и не опыляются цветы. Поэтому даже иногда при благоприятных условиях, казалось бы, люди пишут, а вот почему-то у меня цветочки как отцвели и опадают, отцвели и опадают. Одной из причин может быть повышенная влажность теплицы, значит вы не открываете двери, не проветриваете, и вот это отсыревает пыльца. Мы об этом просто не задумываемся, а это же все взаимосвязано. Сырость вокруг, пыльца слиплась, осталась комочком, не упала на пыльник, цветок отцвел и благополучно отвалился. Вот вам пустоцвет. Так что не только от жары он может отвалиться, не только от мороза, но и от большой влажности. Все, я постаралась доступно, простыми словами рассказать, когда открывать, когда не открывать. Вот у меня сейчас 10 градусов будет ночью, завтра, послезавтра, еще один день. Я, конечно, не буду закрывать двери вообще. Это вот лишняя головная боль вечером, выходить уже, когда я в 9-10 обычно закрывала, уже спать хочется, а идешь закрывать эти двери. А потом будет у меня опять 6-7 градусов ночью, но я не буду закрывать, в том случае, если будет жарко днем. Если днем высокая температура, значит здесь нагреется. Закрываю только в тех случаях, когда начинаются у нас ураганы, дожди, бывает что-то такой ветер штормовой. Я закрываю только за тем, чтобы не поломались томаты. Иногда их так здесь мотыляет, что я боюсь, что вот эти большие верхние, ну вот эти как, ну кто, веточки что ли, обломаются. Все. А дальше, конечно, смотрите, каждый по своим ситуациям. Все. Желаю всем много завязи, много томатов, чтобы даже унести было невозможно, чтобы не знали, куда девать свой урожай. Но для этого нужно потрудиться. Будем все лето с вами наблюдать за ними, ухаживать и поддерживать им те условия выращивания, какие им нравятся. Вот им нравится сквозняк, им нравится сухо, чтобы было, чтобы проветривалось. Давайте будем давать им это. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok